Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Рассмотрим еще одно правило. Мы обратимся вначале к примеру богодухновенных писателей. Послание к евреям, 7 глава, стихи 1 и 2. Содержат такие слова. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраама от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Апостол здесь ссылается на книгу «Бытие», 14 главу, 18 стих, где сказано «Имелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Что делает автор послания к евреям с этим текстом из книги «Бытие»? Он его переводит. Вот то, что в синодальном переводе звучит так. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, в современном переводе российского библейского общества звучит так. Имя его, во-первых, переводится как и дальше идет перевод. То есть, богодухновенные писатели эпохи Нового Завета, они занимались выяснением значения слов священного текста. Они занимались переводом. И оказывается, что в древнееврейском тексте книги «Бытие», 14 глава, 18 стиха, используется два слова «молки цедек», что у нас переведено в «Постанник евреям» в 7 главе «Царь правды». Оказывается, это не столько имя, сколько титул, сколько описание, сколько характеристика. Как звали этого «Царя правды» или «Царя справедливого», или «Царя праведного» библейский текст не указывает. Это, безусловно, отрывок, над которым, даст Господь, нам нужно будет поработать больше, потому что вопрос о том, кем был Мелхиседек, он, безусловно, часто задается, и я уже этот вопрос получил для работы во время будущих прямых эфиров. Но вот здесь мы обращаем внимание на сам подход, а именно выяснять значение слов, заниматься переводом священного текста. Библия дана нам на трех языках. На древнееврейском, несколько глав на арамейском, в книге Ездры, в книге Даниила, например, и затем последние 27 книг на древнегреческом языке. Потому, читая Библию на других языках, русском ли, украинском, румынском, немецком, каком угодно языке, нам всегда важно отдавать себе отчет в том, что мы имеем дело именно с переводом. Перевод – это истолкование. Невозможно полностью, адекватно передать, тем более, если стоит цель дословного перевода. Концепции, идеи и слова, и способ выражения мысли в одном языке полностью адекватно передать на другой язык. И те из вас, кто знает хотя бы два языка, прекрасно понимают, о чем идет речь. Невозможно дословно перевести. Бывает здесь всего одна фраза, а в объяснении на другой язык нужно несколько предложений сказать и так далее. То есть, когда мы читаем священный текст не на еврейском, или арамейском, или греческом, в зависимости от раздела священного писания, нам важно помнить, что мы имеем дело с толкованием. Раз это толкование, то полезно задать вопрос, а чем руководствовался переводчик, или же группа, или же комитет переводчиков, кто подготовил это издание Библии, кто выпустил его в свет, каким было мировоззрение этих людей, какой теологии, каких богословских концепций они передерживались. Это очень важно помнить и эти вопросы задавать. Потому, для расширения разумения текста священного писания на этом уровне полезно смотреть разные переводы, пользоваться разными переводами. Благо, мы живем в то время, когда есть доступ к переводу Библии на разные языки, да и в рамках одного языка. Есть, в том числе и на русском языке, уже целый ряд современных переводов, которые помогают увидеть текст более объемно. Безусловно, у каждого перевода есть свои сильные и слабые стороны. И у разных переводов разные цели. Разные переводы могут быть разными, что касается того, являются ли они буквальными, являются ли они попыткой динамического эквивалента, являются ли они парафразами, то есть насколько точно они следуют подлиннику и насколько буквально хотят передать текст. текст. Это изначально в разных переводах и у разных переводчиков по-разному выстроено в плане целей и задач. Но когда мы берем несколько и сравниваем, это помогает уразуметь изначальный текст. И в идеале, конечно, хорошо бы выучить языки оригинала. Благая весть в этом отношении заключается в том, что греческий очень похож на русский по своей грамматике, по структуре. Ну, а что касается еврейского, да и, в принципе, греческого языка, используемого в Библии, то словарный запас этих двух текстов не такой большой. Он несколько порядков ниже словарного запаса, скажем, современных языков. Потому объем знаний хоть и значительный, но относительно небольшой, если сравнивать с современными языками. Итак, четвертое правило. Занимаемся выяснением значения слов Библии. Для этого обращаемся к разным переводам и при возможности пользуемся профессиональной литературой, которая говорит о значении слов оригинала. Приведем в качестве иллюстрации пример из Священного Писания, который показывает, насколько работа с оригинальным текстом помогает в действительности понять, о чем идет речь. Книга Бытие, 6 глава, стихи с 11 по 13. Бытие, 6 глава, с 11 по 13. «Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растленно, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Читая синодальный перевод, мы находим здесь разные глаголы и разные слова, которые по сути являются переводом одного и того же древнееврейского корня, одного и того же древнееврейского глагола, одного и того же слова. В древнееврейском это глагол «шахат». Глагол «шахат» означает быть испорченным, прийти в негодность. Например, в книге «Исход» 8 главе 24 стихе написано «Погибала земля от песьих мух». «Погибала» — это «шахат». Книга про Кайремии, 13 глава стихи из 3 по 7 «И было ко мне слово Господне в другой раз и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чеслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселении скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где и спрятал его, и вот пояс был испорчен, шахат, ни к чему стал негоден. То есть глагол «шахат» описывает растление, разложение, порчу, когда нечто приходит в негодность. Еще пример у Иеремии же, 18 глава стихи 3 и 4. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его». Вот развалился, разрушился, это тоже шахат. Зная это, давайте посмотрим, какими словами переводится этот древнееврейский глагол в прочитанном изначальном отрывке книга «Бытие», 6 глава стихи с 11 по 13. Написано «Земля растлилась». Растлилась – это шахат, пришла в негодность. Дальше написано «Воздрел Бог на землю», 12 стихи, и вот она «растлена» – тот же самый термин. Дальше написано «Ибо всякая плоть извратила путь свой». Извратила тоже шахат, то есть испортила. И, наконец, в 13 стихе, когда Господь говорит «Вот я истреблю их земли», то это тоже самое слово «шахат». Итак, смотрите, что получается. Бог истребил только то, что уже было истреблено, то, что пришло в негодность, то, что было разрушено, то, что прогнило. Господь во время потопа не тронул чего-то, что было цельным, добрым, пригодным, полезным, праведным и так далее. То есть Господь говорит «Я шахат», то, что уже шахат. Я истреблю то, что уже разрушено, то, что уже развалилось, то, что уже сгнило, то, что уже испорчено. Вот это состояние земли накануне потопа. И понимая это, мы сразу же отсекаем целый ряд вопросов о Божьей справедливости, о том, каким образом произошло уничтожение тех всех людей до потопного мира и так далее. Это иллюстрация того, насколько важно смотреть разные переводы, насколько важно выяснять значение слов и обращаться, если возможно, к подлиннику. Итак, четвертое правило в исследовании Священного Писания. Обращайтесь к разным переводам Библии. Обращайтесь по возможности непосредственно к подлиннику. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-рussian-centers.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова